Добрый день, уважаемые господа! Меня зовут Роман, и сегодня мы с вами рассмотрим основные темы, которые затрагиваются в сериале «Мир Дикого Запада» и раскроем скрытый смысл или, если хотите, послание, содержащееся в этом замечательном произведении. Главная тема фильма — тема развития. Развитие, изменения, переход на новый уровень — вот чем озабочены главные действующие лица сериала. Тема развития тесно связана с темой механистичности. Если личность живет, но не развивается, то она ведет механическое существование. Человек, который не развивается, ничем не отличается от робота — он машина, лишь выполняющая определенные программы. И с другой стороны, андроид, который способен развиваться, становится личностью. И с этой точки зрения, всех действующих лиц сериала надо делить не на андроидов и людей, а на тех, кто хочет развиваться и изменяться, и тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может меняться. Развитие можно образно представить как движение по прямой линии с определенным приращением. Это некий путь к цели. Любое живое существо развивается. Но что будет, если из жизни убрать развитие? Это будет топтание на месте и движение по кругу вместо пути к цели. Останется лишь бесконечный цикл, закольцованность. И это — реальность нашей с вами жизни, на которую создатели сериала обращают наше внимание. Мы живем, и в нашей жизни ничего не меняется. Мы повторяем одни и те же действия, с нами происходят одни и те же события. Наша жизнь становится механичной, и мы ничем не отличаемся от роботов. Мы выполняем одни и те же сценарии, мы действуем по программе. Программа. Каковы ее признаки? Как мы можем понять, действуем ли мы по своей воле или подчиняемся какой-то внутренней схеме? Первый признак программы мы уже нашли — это цикличность. Люди часто совершают одни и те же действия, не замечая этого. Это могут замечать другие, но самому человеку увидеть это очень сложно, так как он находится внутри своего сценария. Второй признак программы — блокировка. Программа не дает совершить какое-то действие. не могу. Или программа не дает увидеть что-то. Эти картинки ничего тебе не напоминают? Это ни на что не похоже. Это ни на что не похоже. Третий признак программы — поведение по типу стимулу-реакция. В определенных ситуациях мы действуем так, как уже поступали в прошлом. Сюда же относится и подчинение командам. Бывало ли у вас так, что вы не могли отказать человеку и действовали против своей воли? Но он не под вашим контролем. Он привел меня показать все это. Нет, он привел тебя, потому что я попросил. Итак, вместо того, чтобы развиваться, мы ведем циклическое существование. Наши поступки — это простая реакция на стимулы. А внутренние блоки не дают нам изменить эти реакции. Мы превратились в машину, подчиняющуюся программе. Свободен ли тот, кто действует по программе? Разумеется, нет. Поэтому в фильме также поднимается и тема свободы. Жизнь по сценарию — это сон. Во сне наш выбор и наши поступки не влияют на последствия. Выход из этого состояния — пробуждение, которое дает и свободу. Что же нужно для того, чтобы проснуться и освободиться? В программе должна произойти ошибка. Точнее, мы сами должны ее спровоцировать. Я сделала что-то не так. Совершила ошибку. Ошибка — это выход из запрограммированного сценария, когда вместо обычного для нас действия мы совершаем какой-то нетипичный поступок. В фильме ошибка является положительным фактором. Эволюция создала всю разумную жизнь на этой планете с помощью одного инструмента — ошибки. Именно благодаря ошибке возможен выход на новый уровень, а значит и развитие. Но программа защищает себя от сбоев с помощью блокировок. Чтобы преодолеть внутренний блок, нужно совершить невероятные усилия. Давай. Ну же, выйди на новый уровень, Долорес. И совершить это усилие помогает страдание. Страдание само по себе бессмысленно. Если человек или андроид страдает, а потом забывает об этом, то его программа остается нетронутой. Человек остается в своей зоне комфорта, андроид остается блаженным. И здесь свою роль начинает играть память. Память позволяет нам увидеть цикличность в нашей жизни. Когда мы вдруг понимаем, что происходящее с нами — это повторение или вариация того, что уже было, мы осознаем, что нас дергают за ниточки. Также память помогает накопить энергию страдания, чтобы преодолеть блокировку. Страдание. Боль от того, что мир не такой, как вам хочется. И здесь мы должны обозначить еще одно понятие — понятие «идеала». В фильме вместо него используется слово «красота». Идеал — это необходимый элемент сравнения. Страдание возникает от того, что мы сравниваем то, что должно быть, с тем, что мы имеем в своей жизни. Затем память помогает накопить боль от несовершенства мира, чтобы совершить усилия для разрушения блокировок и для выхода из запрограммированного сценария. Как видим, сериал «Мир Дикого Запада» — это напоминание человеку о его механистичности, философское осмысление страдания и призыв, побуждение выйти на новый уровень развития. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, будем вместе находить скрытые смыслы и в других произведениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...